Дверь в удивительный край мифов, легенд и преданий ингушского народа. Работа, где раскрывается многообразие народного фольклора с его вековыми традициями. Так описывают книгу Александра Сахарова «Присутствующие». Ведь сам автор не понаслышке знаком с традициями и обычаями ингушского народа. Он родился в Чеченно-Ингушской ССР и до 30 лет жил в Грозном. Отец-геолог часто брал его с собой в горы, прививая любовь к родине, Кавказу. Красота и величие горной природы, вековое наследие предков, ингушские башни заворожили еще тогда. С пяти лет мы ездили с ним, каждое лето, по нескольку месяцев. Он брал меня с собой, и мы, как я, как ребенок воспитывался там. Вот это вот, наверное, он внес этот клад. В этих стихах, наверное, часть его души. И жаль, что он ушел из жизни и так и не узнал, что его сын написал что-то. Книгу автор дописал четыре года назад, в Абу-Даби. Эту работу можно назвать соавторской. Темой, поднимаемой в стихах, поэмах и балладах Александра Сахарова, дополняет красочные фотографии Тимура Агирова. Строки, наполненные любовью к родине, не могли оставить равнодушными, делится фотограф. В своих работах он также попытался отобразить всю красоту Джайравского района, так ярко описанную в стихах Сахарова. Это абсолютно уникальное сочетание, вот это квинтэссенция всего Кавказа. Я пытался это передать в своих фотографиях, а Сашу с ним это передать в своих стихах. Когда я читал его стихи, его былины, его предания, вот меня оживали, вот перед глазами поносилась эта древняя история, оживали те картинки, те виды, которые я видел сам в живую. И издание, которое в итоге у нас получилось, богато иллюстрированное, с хорошей печати, действительно уникальный текущий момент труд, уникальный текущий момент для зданий, других тут пока нет. В книге также изображены фотографии горной Ингушетии, которые запечатлел сам отец автора. Презентация легенд и сказаний Ингушских гор собрала в стенах научной библиотеки творческую интеллигенцию республики. Сотрудников музеев, библиотек, а также научных деятелей. Многие с творчеством автора познакомились в соцсетях. Такие люди, как Тимур Агивиров, как Александр Сахаров, это те люди, которые дают сообществу за пределами нашей республики представление о нашем народе, представление о нашей республике. В книге представлены 24 произведения. Здесь и поэтическое переложение ингушских легенд, Хучбаар, Сын Доута, Отважный Талевр, а также красочное описание башен и аулов. По мнению собравшихся, книга вносит большой вклад не только в ингушскую литературу, но и меняет мировоззрение о народе. На самом деле, когда ты живешь в какой-то среде, ты потихоньку теряешь способность к рефлексии. То есть ты сам на себя со стороны смотреть уже как бы не можешь, потому что ты привык. И когда вот такое новое веяние, когда человек, который со стороны приходит, смотрит и рассказывает о своих эмоциях, и ты уже другим взглядом можешь смотреть и вдохновляться тем, что вокруг тебя. Про наши горы, про наши башни, мне кажется, пишут всегда искренне, потому что восторги скрыть от того, что ты видишь, невозможно. Книга выпущена тиражом в 200 экземпляров. Дана Плиева, Магомед Доскиев, Новости 24.